Добрый день, сегодня я покажу вам обзор Gritting Forces 2, который является многопользовательским онлайн-шутером командного типа. Вот так игра приветствует своих игроков. Здесь можно видеть несколько кнопок. Сетевая игра, которая позволяет начать игру. Здесь есть 7 типов карт. Это первая карта сопровождения, где нужно сопровождать тележку с бомбой до контрольной точки, чтобы победить. Один цвет команды это синий, второй красный. Синим необходимо затащить тележку, а красным защитить. Второй тип карт это царь горы. Необходимо удерживать точку в течение определенного времени. Третий тип захвата удержания. Синий побеждает при захвате всех точек, красный, если остановит захват синими. Это принцип то же самое, что и царь горы. Только нужно удерживать не определенное время, а пока будут захвачены все точки, либо наоборот, не будет захвачены они. Гонка сопровождения. Это сопровождение тех же самых тележек, но тележки сопровождаются либо навстречу друг другу, либо параллельно друг другу. И каждая команда мешает противнику оттащить тележки до нужной точки. Захват контрольных точек. Это принципиально один и тот же захват точек, как и все остальные, только здесь идет захват точек постепенно, по маршруту. И захватив предыдущую точку, вы как бы блокируете ее захват для защищающейся команды, которая не позволяет захватить вам следующие контрольные точки. Захват флага. Это стандартный захват флага, как во всех других играх, где вам есть ящик с документами или флаг. В данный момент это ящик с документами, где противник должен захватить ваши документы и отвести себя на базу. Особая доставка. Тут нужно доставить чемоданчик с металлом Астралии до определенной точки и загрузить его в ракету. Тогда команда, доставившая его, побеждает. Ну и восьмое. Это случайная игра. Это выбираете любую игру, какая попадется. Совместная игра. Это новый тип игры, ман против машин, где есть маневры и учеба. Для доступа на маневры нужны специальные талоны, купленные из магазина. Тогда вас запустят данный уровень игры, и вы сможете поучаствовать в баталии против толпы роботов, уничтожая ее, как в принципе в других играх волнообразного типа. Учебка, это уровень игры, где мы выполним все же миссисные маневры, только без доступа, с помощью талона. Серверы. Где вы можете выбрать общее количество серверов. Система автоматически найдет все сервера, какие доступны. Избранные. Это раздел ваших избранных серверов, которые вы добавили к себе. Истории. Это сервера, в которые вы когда-либо играли. Зрители. Это сервера, в которые вы когда-либо играли, и могли ли участвовать там в качестве наблюдателя. Локальная сеть. Если вы используете локальное соединение, то вы можете подиграть с друзьями по локальной сети. Друзья. Это раздел показывает те сервера, на которые находятся в данный момент ваши друзья Steam. Сервер из черного списка. Как и положено это сделать, где вы можете занести какой-нибудь сервер в черный список, чтобы он больше не отображался в общем списке серверов. Тренировка. Это курс молодого бойца, где можно пройти обучение как основным командам игры, так и можно поиграть с ботами. Предметы. Это инвентарь игры, где расположены все предметы для всех классов. Также снаряжение для каждого класса отдельно. И можно снарядить персонажа определенным оружием, различными головными уборами, значками и дополнениями. В инвентаре игры можно снарядить четыре профиля для каждого персонажа. Всего в игре, как видите, девять типов персонажей. Это разведчик, солдат, поджигатель, подрывник, пулеметчик, инженер, медик, снайпер и шпион. Также в инвентаре есть раздел ковки, позволяющий сдавать из предметов, которые в инвентаре лишние, новое и другое оружие. Есть разные рецепты для ковки. Каталог манка. Это общий каталог описания всех предметов, находящихся в игре. Обмен. Позволяет имениваться игровыми предметами с друзьями. Статистика. Это общая статистика игры. Магазин. Как и положено, во фри-то-плей играх вводятся, как правило, магазины, где можно купить зареальные деньги и игровые предметы. Запись. Это раздел, где можно записывать и редактировать свои видео во время игры, снятые. Запись возможна только на определенных серверах, где будет об этом повещении висеть. Мастер-скай. Это раздел, где вы можете создавать различные модификации для самой игры. Раздел настройки для игры. Где находятся настройки логиатуры, мыши, аудио, видео, голоса, говорим о разговоре с его режимом. Наполнительные опции. Позволяют как-то облегчить или изменить интерфейс или саму игру. Вплоть до лечения медика без постоянного удержания кнопки лечения. Сейчас мы пройдемся по определенным классам игры. До этого мы зайдем на какой-нибудь пустой сервер. Так, выберем тип карты два форта. Такого у нас нету. Выберем любой пункт. Начинаем подключаться. Вот он, подключили сервер. Выберем выбор двух команд. Синий, красный, либо наблюдатель. Здесь, конечно, свободно с пределением. То есть, Петра сам выберет, какую команду он назначит. Выберем синюю команду. Приступим к описанию каждого из девяти персонажей. Разведчик. Играется самым быстрым маневрным классом в игре. Давайте выберем. Разведчик. Вооружен стандартным дробовиком. В данный момент, по-русски, стандартным. Постепенным оружием является пистолет, либо кинет дополнительный пистолет, либо кинет дополнительный пистолет, либо кинет. И злом молока. И рукопашный. Безбойные биты. Или какие-нибудь трости, сковородки и все удобно такому. Как видите, персонаж быстрый маневренный. Миссия начнется через 60 секунд. Также у данного персонажа имеется функция, а возможность выполнять двойные прыжки в воздухе. То есть, выполняя прыжок, нажав еще раз на прыжок, вы получите двойной прыжок в воздухе. Что позволяет нам прибираться на более высокие объекты, и прыгать через большие пропасти, а браилы на дальнюю дистанцию. Также является особенностью свечка. То, что он в два раза быстрее захватывает любые контрольные точки, в два раза быстрее сопровождает тележки. Также в два раза выполняются остальные действия, связанные с захватами, примещениями, чего-либо. Выберем звукой какой-нибудь класс. К следующему идет наш солдат. Солдат снаряжен Гранатометом. Стандартный гранатомет. Позволяет вам разрывать врагов на кусочки. Также Планировать Как известно, называемый Рокетжамп. Позволяет вам также забираться на высокие объекты, прилетать через препятствия и обрывы. Для этого необходимо нажать кнопку ПСЕСТЬ. И одновременно сыстрелом нажать пробел. Помните, что выполнение данного Рокетжампа наносит урона не тем, не только врагам, но и вам самим. Если вы можете приземлиться, уже будучи мертвым нужное вам место. Постепенным оружием солдата является гробовик, но в данный момент у меня стоит побежка батальона. Это нововведение, которое позволяет вам использовать определенную шкалу заряда, которая наполняется по америи нанесения вовы на противнику. И в результате использования данного заряда у вас появляются определенные бонусы. Скажем, это критические удары, выстрелы. Бонус, есть также батальон различный, который позволяет вам упомянуть бонусы по защите. То есть, вы отрубив данным батальоном, то вы поднимете защиту своих союзников от различных видов урона. Постепенным оружием является кирка или другие предметы данного типа. Это могут быть лопаты, катана, сковородка в том числе. Палка с гвоздем, которая называется костыль. Отличительная особенность у этих кирок то, лечить вас медик с ними не сможет. Что очень мешает, когда медик лечит вас и вы включаетесь на кирку и лечение сбрасывается. А потом выводите с кирку и прости медика полечить, но он вас не может даже взять в торгет и учатничать. Возьмем следующий класс. Пироман. особенность пиромана это огнеметы. Он способен делать засады, вылетать на ногах с лоб и сжигать целую толпу врагов. Огнеметов у него несколько видов. Они все получатся выяснили покажение игры постепенно получаются вам. Менемет очень эффективен в качестве выжигания толпы, засад. Можно, как правило, сидеть за углом и в нужный момент просто выскучить из руклая и оставить головешки целых врагов. Также есть ракетница, которая позволяет стрять врагам на расстоянии. Каждое поводание ракетница поджигает врага. Также есть разные виды ракетниц. Каждый имеет свои бонусы. Капашным оружием на пироман является топор. Внимание! До конца миссии 5 минут! 5 минут! До конца миссии! Свои же бонусы и разные дополнения. Может быть установлен молот, также леденец специальный для дополнения в Ирландии. Сковородка. в Ирландии. В следующий класс DMMM. Он же подрывник. И у основного оружия это подросток Он стреляет такими бомбами, которые, чтобы появление деканеры, можно закидывать определенную логуношность в логу и чтобы уничтожить врага, стоящего там. Бомба наносит достаточно большой урон, что позволяет также уничтожать и большие пачки врагов. Есть липучка мемет, который расстреливает липучкой, которая липнет на поверхности, но не к ворогамы, не к сайту. Их можно на поверхности, на стену, на землю, куда угодно. Потом право нашать анклавишек, просто взорвать. Взрывается все, что находится в радиусе взрыва этих липучек. Все враги, которые попадают в минал, получают достаточно большое время. Знаете, можно максимум 8 липучек. Для другого типа, в точке, им надо ввести ограничение в 14 липучек, но они взрываются не им. Все сразу, не только те, которые находятся в радиусе по и целым. То есть, вы и сами увидите количество липучек, чтобы подорвать врага. И рукопашное оружие. Используется, как правило, бутылка, но он также расширяется с мячами, топорами. Ассортимент достаточно большой, вот бутылка стандартное оружие. Шавстанский головорец, что сейчас использую. Можно даже клюшка для гольфа, рейма, костыль тот же. Кстати, есть оружие, которое использовать могут не один класс, а несколько классов. Одноглазый ГВС, эсист изгинатель, его заточил, вот тут тоже используется с солдатом, сковородка. Пулеменчик. Пулеменчик. Данный класс играется тяжелым. Пулеменчик, он же Хэвик, имеет самое большое количество здоровья, но также имеет самую маленькую скорость при движении, отличие от всех остальных классов, но его огневая мощь это компенсирует. В общем, это можно сказать, ходячий турель. Оснащенный пулеметом, разные виды, там есть, в общем, обновленный самый лучший лунг для всех этих. Видите, этот росток, он тоже большой, но достаточно подачки. Что проверяет, что я сражаю, пачку. Трецепенным оружием является рыбовик. В данный момент взят другой вид, это высокое мясо бизона, которое если съесть, то автоматически будешь получен на рукопашное оружие. все закончатся через 60 секунд. И третье оружие рукопашное, это как его кулаки Хэвика самого, либо перчатки боксерские, либо вот когти медведи. У каждого оружия свой бонус имеется. Я к следующему. Привет! Преоположные инженеры имеют возможность строить и дать оружие. Возможность строить здесь имеется турель, раздача, ход телепорта и выход телепорта. Турель, как право, назначен, что жены врагов, раздача, для лечения и обеспечения подронов всех, как они сейчас закончатся, через 10 секунд. Это, как положено, телепортация от дальней дистанции. Стандартным оружием инженера является дробовик, тоже делает его дробовик. И также пистолет на данный момент, основной палатре, позволяющий им управлять в ваши турыли и стрелять, куда вы хотите, в каком управлении, с каким пенком. Рукопашное оружие, это гаечный ключ, который позволяет им строить турель, то есть вытухлое макет. В миссии начнется через 30 секунд. включать кучу что было так с помощью ключа происходит то есть чтобы отгрейдить миссия начнется через десять секунд саму кпк 5 строить 4 1 следующий класс с медик предположен медик выполняет лечение поддержки век и союзник. Основным же это шпицемед. Он занимается в нашей стране, который позволяет восстанавливать всю свою среду из дороги. Является с оружием дистанционного боя. Расцепенным оружием является лечебная пушка, которая лечит союзников и при этом береме в прошествии в лечении. По времени она останавливает заряд, который может подвергать право конту мыши и включить оберзаряд, который позволит на секунду 8 очтить вас и вашего союзника, который вы вылечите от его урона. Либо отдать вашему союзнику фактически выстрелы, удары, в зависимости какой республики вашего подопечника, которого вы лечите. Глюкопошное оружие, это пилы. В данный момент установил ампультатор, который при насмешке лечит лечиться против союзников. В следующий классный снайпер. И вот этот снайпер не появился после смерти. снайпер вес классом для дистанционной атаки то есть ваша задача не лезть в капелло пекло а стоять сзади за углом не отстрелять все что покажется в районе вашего прицела основное оружие как и положено снайперские винтовки и разного вида есть есть также еще и я хочу снайперская винтовка как правило стопроцентно убивает попадание в голову если что могут спасать это оберега ряда которые пробиваются либо лечащий медика своего пациента которая может с превышением определенного спасти пациента при степенном оружии милеется пистолет-пулемет который позволяет вам прицелиться точно к цели и рукопашное оружие это те же мачете кукри различные большие ножи и по стране классы это шпион и он это мастер-пулемет миссия закончится через шестьдесят секунд для получения доступа на контрольные точки документом правилом нажатием кнопки мыши шпион становится невидимым для врага начинает расходуется заряд невидимости который восстанавливается если вы ставите если враг затронется в этом режиме закончится через 30 секунд в этом режиме вы не можете стрелять и ничего не сделать кроме как выйти из невидимости основным оружием является со степеном жилицами миссия закончится через десять секунд перекопаешь наружу кинжал также вы можете убить кинжал при заходе со спины что по самому сможет отказаться в разных местах так же спай может не скрываться под противника и для него он будет виден как начать рекомендовать через шестьдесят секунд ну вот в принципе и все что можно было сказать об игре единственное что в данный момент игра является бесплатной и если вы скачаете ее с сайта steam и установите то у вас будет очень маленький инвентарь что не позволит вам копить большое количество предметов оружие для того чтобы расширить предмет вам нужно получить премиум аккаунт раньше игра была платная и поэтому те кто покупал игру на диске без реальной деньги тот имеет премиум аккаунт для того чтобы получить премиум аккаунт в данный момент так как игра является бесплатной вам необходимо купить какую-либо вещь в магазине в принципе можно купить самую дешевую вещь что не ударит по вашему карману как видите самая дешевая цена это 3 рубля для русских пользователей купив данную вещь или в принципе любое другое оружие вы получите премиум аккаунт который позволит вам хранить больше оружия предметов различных главных уборов и остальных вещей для игры всем спасибо за внимание будем ждать следующих видео обзоров обзоров